Всем привет на канале Парукант Казахстан Сегодня мы поговорим о продукции компании Криптек А именно о одежде и снаряжении, созданной этой компанией для утепления Речь пойдет о пуховиках Кхар, это серия Altitude Сириус или Акуила, как он раньше назывался АРЭС серии Хайландер Двух куртках, построенных на прямоловке, это Кратос и более мощная с мембраной Айгис Для начала давайте разберемся с утеплителями, которые сегодня производители аутрохснаряжения используют для такой одежды В целом можно их поделить на две части Это искусственные утеплители и натуральные К натуральной в первую очередь относится гусиный пух Значит гусиный пух сегодня имеет ряд характеристик, которые описывают его качество Качество пуха измеряют в величине под названием филпова или филах Каким образом происходит это измерение? Берут одну унцию, сжатую под определенным давлением пуха И после смотрят, сколько он в раскомпрессированном состоянии занимает объем в кубических дюймах Если это величина 600 дюймов и выше, то такой пух признан называть техническим Именно такой пух используют производители аутрохснаряжения в своем снаряжении Обычно производители используют пух качеством 600 фил, 700 фил, 800 фил и 900 900 это уже максимум, по-моему только одна фирма в мире выпускает снаряжение с качеством пуха 1000 фил Это японские дни производитель, но это большая редкость Естественным образом, если посмотреть на эту фотографию, тут видно, что пух более высоким качеством занимает больший объем Как следствие, меньшее количество пуха необходимо для того, чтобы создать тот или иной тепловой барьер Пух более высокого качества занимает меньший объем, он получается легче И поэтому снаряжение с таким пухом стоит дороже, чем с пухом более низкого качества На сегодняшний день искусственные утеплители могут соперничать только с пухом качеством 600-650 фил Несмотря на то, что технологии на месте не стоят И очень много производителей, таких как Примолов, Тинсулейт производят их Другими словами, пух качеством 900 фил оставляет далеко позади своих конкурентов искусственные утеплители Может быть, в будущем появится более совершенный искусственный утеплитель Но пока, по крайней мере, ситуация такая Что еще важно знать о утеплителях? У искусственных утеплителей есть существенный плюс Плюс это заключается в том, что в отличие от пуха Искусственный утеплитель, даже намокая, сохраняет свои качества В то время как пух, если его намочить и скомпрессировать Он сваливается и свою теплопроводность теряет Точнее, наоборот, теплопроводность увеличивается И, как следствие, организм быстро теряет тепло Индустрия уже придумала несколько вариантов решения этого вопроса Первый, наиболее простой, это обработка пуха Специальными составами гидрофобными Которые, так сказать, гарантируют, что пух будет больше сохранять объем Даже в мокром состоянии Вот, это первый вариант Второй вариант, это создание смесовых гибридных утеплителей Когда объединяют синтетический утеплитель Который, так сказать, за счет своего объема Создает постоянную такую форму И, значит, гидрофобный пух, который вместе начинает работать И даже если утеплитель намокает, он не теряет до конца своих качеств Вот такие вот основные параметры у этих двух направлений утепления снаряжения В продуктовой линейке компании Криптек На сегодняшний день производится три пуховика Разные немножко по своей концепции Я вам сейчас поподробнее расскажу Ну, вот эта в руках у меня, наверное, одна из первых моделей пуховиков Называется она Акуила В данный момент, значит, они немножко эту модель переформатировали И сейчас она называется Сириус Значит, используется в Сириусе пух 600 фил То есть, это нижний по порогу Сам по себе пуховик очень легкий В общем, по-моему, 360 граммов он весит Это летний пуховик, который я использую всегда в теплый сезон Значит, почему? Потому что в горах всегда бывает холод Несмотря на то, что сейчас, допустим, здесь у нас в городе Температура около 30 градусов Буквально вот несколько дней назад я был на высоте 3000 метров И ночью там было около нуля Ранним утром лед в бутылке Поэтому использовать летом пуховик Это норма для горной охоты Вполне подходяще Значит, ну, вот этот Акуила, как я уже говорил Он со мной уже 7 или 8 лет Это один из первых привезенных сюда, в Казахстан, пуховиков В чем его прелесть? В том, что он очень компактный Собирается полностью, значит, в собственный кармашек Очень легкий Буквально там, я говорил, 360 грамм он весит Вот, очень удачная модель Когда куда-то на номер пришел И необходимо посидеть, подбиноклевать Всегда он в рюкзаке в моем живет Значит, его одел, накинул Сидишь, тепло, уютно Все, что необходимо есть Боковые карманы, нагрудный карман Внутренний карман И очень удобный капюшон Вот, поэтому Акуила это пуховик летнего сезона Сейчас он называется Sirius Значит, более мощный пуховик Более мощный пуховик Это пуховик с названием Ares Значит, в нем используется пух 800 фил Ну, то есть, фактически, наивысшего качества пуховик Его вес всего 595 грамм Но при этом он имеет более длинный крой И более теплый То есть, это настоящая зимняя одежда То есть, его нужно и можно использовать в хороший мороз 15-20 градусов В частности, высокогорье Это тоже не редкость Даже осенью Поэтому, начиная с конца сентября Я, значит, меняю этот пуховик Акуила на вот этот вот Ares И уже в холодный период и зимой Охочусь в этом Ares Значит, то же самое конструктивное У него есть боковые нагрудные карманы Удобный капюшон Легкий вес 800 фил И очень удобная и хорошая, надежная вещь Рекомендую Чуть более подробно я остановлюсь на пуховике Который идет в серии Altitude Это пуховик с названием KHA Значит, вот это вот, у меня видите, пуховик в солиде То есть, однотонный, в сером цвете Ну, я его взял в первую очередь Потому что, все-таки, нужен еще и пуховик В котором можно, так сказать, casual куда-то лететь Ну, то есть, как одежда, travel одежда То есть, ходить по городу То есть, и так далее В чем его особенности И почему он несколько отличается по своему конструктиву От первых двух пуховиков Ну, во-первых, видно, что здесь нет капюшона Да, то есть, сразу возникает вопрос Почему, если не сделали капюшон Сейчас объясню Значит, во-вторых, состав этого пуховика Тоже, по-своему, уникален Это единственный у криптека Гибридный, или пуховик с гибридным утеплением Здесь 30% прималоп-голд То есть, синтетический утеплитель И 70% гидрофобный пух 800 фил Зачем это сделано? Ну, вы помните, что Эта серия альтитуры Целиком и полностью Она сфокусирована на горной охоте На горной охоте не должно быть ничего лишнего Почему? Потому что охотник несет все на себе Поэтому все должно быть максимально продуманно и конструктивно Так вот, получается, что Как бы вы не планировали свою экспедицию Но в любом случае, когда вы направляетесь в горы На горную охоту Вы с собой берете внешнюю мембрану То есть, вот этот, так называемый Хардшелл-слой Который гарантирует, что В случае осадков и сильного ветра Вы будете защищены от снега, дождя и так далее Вот Но при этом может быть холодно Что делать в этом случае? Вот обычный такой пуховик, да Допустим, под дождем он промокнет Слипнется в нем пух И он потеряет свои качества Значит, этот пуховик Благодаря тому, что в нем есть синтетический утеплитель Он будет работать, продолжать работать И продолжать греть вас Кроме того Значит, этот слой или этот пуховик Его можно одевать под мембрану То есть, он специально сконструирован таким образом Как поддевка То есть, его можно носить и сверху Как верхний слой Но в случае, если начались осадки Снег с дождем Вы всегда можете сверху на него Одеть мембрану Не боясь, что он промокнет И, значит, под тяжестью мембраны Вашего рюкзака Скомпрессируется и потеряет свои качества Ровно поэтому здесь нет капюшона Почему нет капюшона? Потому что на охоте в горах На вас будет базовый слой Это софт-шелл То есть, тот костюм, в котором вы охотитесь Он будет у вас капюшоном в любом случае Плюс, в случае осадков У вас будет дождевик На нем тоже есть капюшон То есть, тут совершенно нет необходимости в третьем капюшоне Потому что, если вы будете одевать и пробовать капюшон-капюшон на капюшон То получается, это очень некомфортно и неудобно Получается, что если погода хорошая Вы идете в софт-шелли, на нем есть капюшон Вы, если нужно, им закрываетесь от ветра и так далее Если пошел дождь, вы в любом случае будете одевать мембрану И как следствие у вас будет капюшон для мембраны Поэтому на эту часть, на утепление капюшон как таковой не нужен То есть, эта модель сфокусирована и лишена всех чрезмерных ненужных элементов Значит, ну что еще можно сказать Что опять, это очень легкая, естественно, модель Очень она компактная Компрессируется собственный карман, можно его уложить Вот, ну и при этом можно использовать в обычной жизни Как традиционную casual одежду Вот, они есть и в расцветке от Ketut Вот, ну, я вот выбрал себе вот такого цвета И вообще, есть места, горы на планете Где количество осадков чрезмерно высокое Вот в такие горы, где много дождей Которые находятся где-то рядом, допустим, с морем Например, Новой Зеландии Или, например, Камчатка, где могут быть муссоны недельные Лучше брать, значит, вещи с искусственным утеплителем или гибриды Почему? Потому что в этом случае вы гарантированы Что они будут продолжать работать Даже будучи полностью мокрыми Вот такой вот у нас пуховик Серия Артитут Хар Еще одна вот у нас есть куртка Кофта Даже что-то между, между курткой и кофтой Это расцветки Хайландер Изделие называется Кратос Куртка Кратос В отличие от предыдущих Она полностью сделана на синтетическом утеплителе На прямоловке Это тоже поддевка То есть то, что вы одеваете под мембрану Значит, здесь уже нет никакого пуха Это такая куртка на межсезонье То есть если, допустим, Хар вы можете использовать и зимой смело То вот это вот, это поздняя осень, ранняя весна То есть вы с собой ее несете Допустим, вы по прогнозу видите, что будут дожди Или еще что-то такое Какие-то неприятные осадки В случае чего дождик пошел Вы одели сверху на себя эту куртку И закрылись мембраной И опять она продолжает работать Даже будучи полностью мокрой Легкая, компрессируемая Есть специальные вставки из софт-шелл ткани То есть если, допустим, солнышко вышло Вы можете продолжать идти в этой одежде Она как раз просохнет В общем, вещь достаточно комфортная и удачная Ну и вот в финале я немножко расскажу О самой теплой куртке Криптек Аегис Она создана для очень суровых зимних условий На самом деле это не куртка Это костюм И вместе с ней идет еще комбинезон И я рекомендую использовать куртку Только совместно с комбинезоном Почему? Потому что комбинезон дополнительно дает Еще одну, значит, линию утепления Потому что он тоже утеплен дополнительно с курткой Потому что если вы будете использовать только куртку В сильный мороз, 25-30 градусов Это будет недостаточно Значит, Аегис имеет мембранный верхний слой Это трехслойная мембрана Значит, с порогом защиты от влаги и осадков 20 тысяч миллиметров При этом она сохраняет свои дышащие свойства Все замки здесь влагонепроницаемые Значит, у куртки есть три внешних кармана Два внутренних кармана Один даже для такой маски солнцезащитной В качестве утеплителя здесь используется прималофт Очень удобный регулируемый капюшон Все необходимые затяжки Но вот такой костюм используют, как правило, для неходовых видов охот Например, это загонная охота на волках На номере, когда нужно несколько часов подряд лежать Пять-шесть часов бывало Комбинезон у Аегиса имеет самосбросы То есть молнии по всей длине Таким образом его легко, быстро одеть, снять Отлично этот костюм подходит для того, чтобы добираться верхом на лошади зимой Значит, в базовый лагерь или место охоты Когда нужно долго часами ехать Ну, охотник промерзает естественным образом А вот этот костюм, он полностью тебя защищает Он износостойкий, крепкий, не боится прорваться там где-то на ветках Продираясь через кусты и так далее Любая охота на лабазе, где вы сидите за ситки, часами ждете, когда выйдет зверь Я вот этот костюм очень часто использую для охоты на гуся Осенью, позднюю осенью, когда уже может пойти в любую минуту снег Потому что когда ты сидишь в окопе, пять-шесть часов, соответственно, тоже промерзаешь насквозь А этот костюм, он предохраняет тебя и от осадков, и от холода И очень легко и быстро его можно постирать Но минус у него, естественно, это вес Почему? Потому что все искусственные утеплители, как вы знаете, уже тяжелее пуха И для того, чтобы гарантировать высокую теплоемкость костюма То есть барьер тепловой между вашим телом и внешней средой Необходимо этого утеплителя использовать большой толстый слой И поэтому изделие в целом получается несколько раз тяжелее изделий с пухом В общем, точно такие же принципы используются и при подборе спальных мешков Почему? Потому что спальный пуховый мешок, допустим, 900 фил на 0 градусов он будет весить 500-600 грамм А допустим, синтетический, он будет в районе килограмма То есть практически в два раза Ну а если говорить о ультра теплых спальниках, то там даже еще может быть и больше, так сказать, вот эта вот разница Вес и объем Но пуховые изделия дороже стоят, это известный тоже факт Поэтому тут, как говорится, нужно уже выбирать, что вам удобнее и практичнее Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать о линии теплой одежды компании Криптек На сегодняшний день продукция Криптек представлена в магазине Мерген Значит, в Алма-Ате Ее также можно купить через интернет-магазин на сайте porhunt.kz Всем большое спасибо за внимание Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик Ну, в общем, все, как всегда, вы все знаете Всем спасибо